Люди, которые называют себя разного рода русскими и в разных каналах, пишут разную грязь. На нас, на кого бы то ни было еще, у вас никогда ничего не получится. Потому что мы выше вас, и вы не можете даже никаким образом до нас достать. Ну что, родной рот, погнали! Ахмат генерирует какое-то невероятное количество кринжа и позора, как и его лидер Аптиял Удинов. Я вам уже недавно рассказывал про него и что он стал новым Коношенковым. Россия продолжает терять территорию в Курской области, а он каждый день рассказывает, как уничтожают украинцев и как все под контролю. К сожалению, он не только не останавливается, но и повышает градус безумия и ненависти к себе, говоря все более лютую дичь. Поэтому сегодня мы снова ознакомимся с этим персонажем. Тем более, что сейчас про него начинают высказываться все жестче, даже в пророссийской среде, несмотря на кучу денег, вбуханных в отмыв его репутации. Он предложил российским срочникам не ныть, что им приходится своими спинами прикрывать Ахмат в Курской области. Также мощный всплеск негатива вызван тем, что два, предположительно, Ахматовца были засняты на камеру во время того, как обносили салон сотовой связи в Курской области. То есть буквально занимались мародерством на территории Российской Федерации. Но обо всем по порядку. Смотрите до конца. Думаю, вас отвиснет челюсть к концу этого выпуска. Поддержать его традиционно можно вашим лайком, комментарием, подпиской на канал. Если вы смотрите его в Телеграме, ссылку на который я оставлю в описании к Ютубу, там можно поддержать звездами. Также можно поддержать на Патреоне. Ссылка на Патреон в описании. Итак, начнем с того, чем вообще занимается сейчас Ахмат в Курской области. Кто пропустил предыдущую часть, напомню вкратце, что подразделение под контролем Апти Алаудинова стояло за спинами срочников и не вступило в бой с наступающими силами ВСУ, позорно сбежав. Об этом рассказывают сами срочники. Я Васитов Самир Азизович, 2005-2009, с родом из Саджикистана. Мы стояли ночью, с нами были ахматцы, их было где-то 10 человек. Из них 5 человек ушли, 5 остались, и там остальные были только срочники. И когда начали на нас наступать, мы вышли, нам сказали уходить. Мы вышли, и со стороны борок, когда мы вышли на дорогу, по нам начали стрелять. Мы сразу бросили оружие, руки подняли и пошли сказать, чтобы нас не стреляли. И вот нас, так и попали мы в плен. Я вообще не знал, что я попаду на фронт. Я думал, просто отсужу в части, и все как обычно, служат все. Я не думал, что вообще попаду в плен. Тут, правда, скорее исключение, так как некоторые ахматовцы все-таки остались. Видимо, это как раз те, что попали затем в плен. Пленение которых сначала отрицало Аптиа Ауддинов, а потом рассказал, что когда кадыровец попадает в плен, он перестает быть кадыровцем. Удобно, не правда ли? Ни одного пленного. Более обычная, например, вот эта история от срочника. Командир Ахмата пишет, что они на первой линии с нами защищают, но никого из них я абсолютно не видел. Пишет, что все хорошо, они отбиваются. На самом деле нас взяли в окружение, и под жесткими обстрелами уже люди не выдержали. Мы остались в комнате 5 на 5, все блиндажи были разрушены. И у нас 50 человек в комнате 5 на 5 сидело, и мы приняли решение сдаться, дабы не остаться всеми там похоронены. СМИ писали неправду. И противник на самом деле зашел с тыла, сдали спереди, зашел с тыла. Хотя такого не должно было быть. Ну и так далее. Я еще в прошлом видео показывал истории нескольких взятых плен срочников, все говорят примерно одно и то же. Напомню, Лудинов тогда сказал, что в УСУ просто прошли мимо подразделения Ахмат, поэтому Ахмат никак не ввязывали с ними в бой. В общем, став всенародным посмешищем, начали тратиться огромные деньги, не знаю уж, Кадырова деньги, непосредственно Алаудинова или в целом приказ в российской армии, огромные усилия стали тратиться на очищение репутации и лично Алаудинова и всего Ахмата. Каким образом? Схемы действуют следующим образом. Смотрите. В Курску область была переброшена 810-я бригада морской пехоты российская, которая вступила в бой с силами ВСУ. Это настоящие военные, которые иногда бегут, часто умирают, но иногда и в конкретных стычках одерживают верх. Так вот, номинально эта бригада действует вместе с Ахматом. На самом же деле, как пишет информ Напалм, Ахмат просто забирает у них трофеи и пленных выдавая за свои успехи. Пленные из 810-я БРМП рассказывают, что три дня назад их командованию от высшего руководства поставили задачу работать на имидж Ахмата, пишет информ Напалм. То есть, если морпешкам где-то удается добиться какого-нибудь успеха, то все сливки собирает Ахмат. Кровь проливают русские, а пиар получают кадыровцы. Командованию 810-ю БРМП это не нравится, но их в очередной раз прогнули под кадыровцами, ибо Ахмат за последние 10 дней никак себя не проявил. И имидж кадыровских войск, который прячется за спинами российских срочников, упал ниже Плинтуса. Так что спасать имидж Дондонов опрокинули морпехов, как пишет информ Напалм. Также в процесс спасения имиджа кадыровцев включилась российская пропаганда и телеканалы, которые по команде стали всячески убеждать простых россиян, что кадыровцы не прячутся за спинами срочников. Хотя факты говорят о другом. Я готов это подтвердить, потому что я вижу очень большой посев во всех зет-каналах. Те военкоры, те зет-каналы, которые даже критиковали кадырова в массе своей, ну кадыровцев. В массе своей начали писать, какой Апти Аладдинов гений, какой он талантливый, какой он красивый, какой он замечательный, какие кадыровцы классные, как они круто борются. На самом деле это все является абсолютным вымыслом. Ни одного видео настоящего боестолкновения кадыровцев с ВСУ так и не появилось. Хотя есть еще одна команда, отмывочная бригада Ахмата, которую я лично считаю самыми жалкими людьми во всей армейской иерархии. Даже более жалкими, чем Апти Аладдинов. Это группа 204-го полка СПН Ахмат. То есть, ну, спецназ Ахмата. Дело даже не в том, что они постоянно выкладывают от своего лица чужие успехи. Той же 810-й. Это полбеды. Я помню, как вот ролик с подбитым танком первый, который они, значит, выкладывали. Как он, ну не знаю, пять дней ходил. И все себе его приписывали. Группировка Север. И все на свете. Ну, в общем, вот это вот самое подразделение АИД, как они себя кличут, в боях тоже особо сильно не замечено. Единственный раз, когда они замечены, это когда они что-то куда-то шмальнули, что там газ пошел. И они потом жаловались, что украинцы их травят. Соль в том, что часть из них это бывшие вагнеровцы. Да-да, те самые, что смеялись над тиктокерами-кадыровцами и грозились устроить им третью чеченскую. Те самые, что пищали что-то про боевое братство. Однако, когда Путин убил их руководство, которое они якобы безмерно уважали, они молча проглотили это. И пошли работать на тех самых тиктокеров, которых презирали. Не знаю, пожалуй, нет более жалких людей в российской армии, даже по меркам этой людоедской фашистской системы, которую она сейчас и репрезентует этой армией. Есть более бесчеловечные, есть более тупые, но более жалких нет. Поэтому, когда видите какое-нибудь грозное обращение от группы АИД, помните, что перед вами трусовые наемники, которые легли под кадыровцев. И за пределами телеграм-каналов их пафос очень быстро улетучивается. Если вы прислуживаете главному клоуну армии РФ, от чего бы Пригожин, земляемый стекловатый, в гробу перевернулся, то вы гораздо потешнее этого самого клоуна. Ну, вернемся к АПТИ. Я бы, наверное, ну, он давал поводы для того, чтобы снова вернуться к его персоне в полноценном видео. Но я такой, ну, слушай, Майкл, ну, типа, ну, дали на прошлое видео 18+. Ну, как бы, ты же все рассказал, что хотел про него. И да, он какие-то перлы выдает, например, там, замечательно, он сначала говорил, что героическая российская армия, в том числе Ахмат и в основном Ахмат, остановили ВСУ, оказывается, знаете, потому что план ВСУ-то был, на самом деле, атомную электростанцию захватить. А ВСУ всего лишь захватило 1150 квадратных километров российской территории, собственно, Курской области. И Глушковский район отрезало, и сейчас его будет захватывать всего лишь. А могла бы АЭС, а Ахмат их остановил. И вот сегодня уже он снова поменял мнение, и он считает, что уже не АЭС должны были захватить, а Курск. В Курск должны были войти, не поверите, в сам город Курск. На 700 тысяч человек посмотрел бы я, конечно, на этот захват города. Ну, в общем, не удивлюсь, если через пару дней он напишет, что Ахмат героически защитил Москву от ВСУ. Тем не менее, не это высказывание привлекло в мое внимание, а, конечно, его высказывание по теме срочников. Он очень и очень зря как будто это сделал, потому что сколько бы не запугивал Ахмат всех Z-блогеров и общественность, есть темы, которые вызывают серьезный резонанс. Что же он сказал? Давайте я не буду пересказывать, я просто дам вам послушать. Вы знаете, вот я в последний период наблюдаю такую картину, слипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся даже в Курской области. Ну, на этот вопрос я бы ответил так. Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на нему напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Для меня это очень странно, когда вы задаете такое количество вопросов по этому поводу. Как так может быть? Я реально вас не понимаю. Да, я понимаю, если вы говорите, что вот там у вас контракты, а у наших детей там зарплата, там маленькие, там еще что-то. Они могут запросто подписать контракт и пойти служить, как и другие. У меня в спецназе охват очень большой процент ребят возраста 18, 19, 20 лет. И это герои, реально герои, которыми я держусь. И сражаются, как мужчины. Не надо из 18-летних срочников мужчин делать детей, которые мы должны нам дать соску и отправить его спать. Это такой же защитник отечества, как и мы. Он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему будет давать государство, и потом пойти домой и рассказывать о том, что он служил. Да, я понимаю, что Верховный Главнокомандующий принял решение для того, чтобы они не служили нигде, кроме как на территории своего государства, мирное для нас время. Но сегодня война. К нам пришел враг. Даже дети, которые вообще-то несовершеннолетние, сегодня делают все, что могут. Информацию добывают, помогают, чем могут. А теперь встает вопрос. Человек, который находится непосредственно в вооруженных силах, носит форму, и он считает, что он должен не воевать, потому что мы ему это внушили. Нет, извините, друзья. Сегодня в нашей стране должны стоять одним строем все, от мала до велика. Если мы это не осознаем, извините меня, мы далеко не сможем пойти. Ну, то есть, по мнению Апти, его потешные войска не должны воевать, а срочники, которых государство насильно забрало в армию, должны широкими спинами закрывать кадыровцев. Получается именно так. Ну, он делает вид, что он не понимает, в чем проблема. Он говорит, что дело в том, что им не платят деньги и так далее. Но срочники, и в этом была идея, и поэтому было обещание Путина, срочники это люди, которые не выбирали приходить в армию. Да, конечно, итоговые выборы они делали, потому что они могли уклониться от срочной службы. Поэтому любой человек, который с автоматом оказался в бою, это, на мой взгляд, какие-то количество решений, которые он принял. Если ты думаешь, что спустя два с половиной года войны ты пойдешь в российскую армию, тебя точно ничего не затронет, то это специфический, что называется, уровень оценки рисков. Тем не менее, срочники это не пьяные забулдыги, которые за 2 миллиона пошли контракт подписывать, чтобы убивать украинцев. Это не нодовцы, которые, не знаю, считают, что надо уничтожить Вашингтон. Нет, это люди, которые обязательно, все мужчины в России после 18 лет должны проходить военную службу по закону. Ну, то есть, если у них нет отсрочки, если у них нет, там, не знаю, несовместимых с этих заболеваний, они все обязаны это делать. Это не их выбор. Они фактически детьми, 18 лет, ну, как бы, слушайте. Окей, когда я был 18-летним, меня раздражало, когда меня не воспринимали как, что называется, полноценного человека, воспринимали еще очень молодым. Давайте, окей, не называть их детьми. Давайте, говорите, называть их людьми, которые имеют очень мало жизненного опыта, которые мало сталкивались с этой жизнью еще во всех ее проявлениях и имеют очень мало ответственности. Потому что до 18 лет, пока ты учишься в школе и так далее, у тебя не то, чтобы ты часто прям встречаешься со взрослыми решениями. Есть, конечно, исключения. Люди, которые реально рано теряют родителей, которые вынуждены становиться, по факту, значит, людьми, которые своих родителей кормят и так далее. Это исключения в массе своей. И это, конечно, только-только переставшие быть детьми люди. И вот их забирают и отвозят на войну там, чтобы они своими спинами закрывали кадыровцев. Нормально, нет? Ну, то есть, когда АПТИ говорит про то, что вот, смотрите, пришли на нашу территорию, во-первых, интересно, не нарушает ли он российскую конституцию. Потому что по российской конституции и Херсон, и Запорожская область, и вообще вся территория Украины, которую Россия считает своей, это все тоже Россия. Поэтому почему-то он проводит грань между Курской областью, например, и городом Запорожье или городом Херсон. А АПТИ, ты что, считаешь, что есть какие-то разные России? Ты что, не уважаешь российскую конституцию? Ты что, призываешь к сепаратизму АПТИ? А? Это очень плохой знак для тебя. Но, если говорить серьезно, да, он говорит, вот, значит, должны защищать страну. Так, собственно, страну защитить очень просто. Для этого надо вывезти все войска с территории Украины. И все, завтра война закончится, ни один срочник после этого не пострадает. И ни одна, там, деревня, ни один дом в России тоже не пострадает. Короче говоря, просто манипулирует. Непонятно, почему он совершает такие пиар-ошибки. Точнее, мне понятно. Потому что за ним жопу вытирают все время. В том смысле, что, несмотря на любые его заявления, огромное количество денег и административного ресурса вкидывается в то, чтобы отбеливать его репутацию. И именно поэтому он считает, что он может говорить вообще что угодно. Но Z-ники это всегда скуны. Поэтому большая часть Z-блогеров и тут смолчала. Хотя резонанс, который это вызвало у обычных людей, что видно по комментариям, просто гигантский. И поэтому я думаю, что как раз уровень негатива по отношению и к Ахмату, и к Апти лично, и к российской армии эти заявления повышают кратно. Апти, надо сказать, реагирует на критику довольно остро. Телеграм-канал Операция Z поиздевался над тем, что Апти Аладдинов отрицал взятие суджи в СУ, даже когда уже самым медленным и провластным стало ясно, что она под контролем украинских сил. Оскорбление Апти не стерпел и ответил по факту. Вы знаете, друзья, есть военные блогеры, очень достойные ребята, которых я очень сильно уважаю. Это Семен Бегов, там много достойных ребят, я их уважаю. Они умеют делать свою работу, не лить воду на мельницу противника, а делать свою работу грамотно. В то же самое время у нас есть некоторые люди, которые называют себя военными блогерами, считают, что они являются блогерами пророссийскими, якобы. Они озвучивают так, а реально они работают на врага. Вот есть такой канал, называется Операция Зет. Этот канал, он проукропский, работает на укропов. И вот тот, кто ведет этот канал, закинул туда ролик, где журналисты натовские типа ездят по суджи и делают съемки. Он задает вопрос. Интересно, что теперь скажет Апти Аладдинов? Я скажу. У тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. У тебя не выросла спрашивалка. И не такой, как ты должен у меня что-то спрашивать. Я свою работу знаю, я ее делаю, я воюю. Понимаешь? И делаю все, чтобы вот такие пи***и, как ты, не могли посеять панику в наших рядах. В рядах бойцов МО и среди мирного населения. Ну, во-первых, со своей стороны скажу, что, дорогой неуважаемый Апти, моя спрашивалка вам в рот не поместится. А во-вторых, что если Аладдинов думает, что его показное вранье, призывы отправить всех срочников на мясо и угрозы всем подряд помогают бороться с паникой и помогают сплотиться, то пусть так думает и дальше. Это отличное подспорье для нагнетания паники в России, мягко скажем, создания дополнительных противоречий. Поэтому я деятельность Апти на самом деле широко поддерживаю, максимально про нее рассказываю, максимально его пиарю. Но настоящие кадыровцы это не просто какие-то безобидные трусы, которые прячутся за спинами срочников и присправивают себе победы сослуживцев из других подразделений. Находясь в Белгородской и Курской областях, они кошмарили срочников, а также местное население. Об этом пишет Иван Яковина. Российские военкоры, пишет он, не очень любят эту тему. Те, кто ее поднимают, заставляют публично извиняться. Но ни для кого не секрет, что кадыровские отряды Ахмат два последних года занимались Курской области убийствами, изнасилованиями, грабежами и мародерством. Ставшее знаменитым ограбление имя салона сотовой связи в Душково, это далеко не первый и, скорее всего, не последний эпизод из этой серии. Именно беспредельщики из Ахмата, а вовсе не украинцы, были там очень жестокими оккупантами. Сейчас же ВСУ фактически освобождают местное население от иго кадыровских банд, которые получили эту территорию как феодальный надел для сбора Дании. Поэтому там и не видно ни партизан, ни сопротивления. Местом стало лучше, чем при Путине, пишет Яковина. Об этом снова заговорили после появления видеозаписи, на которой, предположительно, ахматовцы обносят местный магазин сотовой связи как раз в Курской области. Собственно, Курские телеграм-каналы опубликовали это видео с российскими военными, которые грабят в салон мегафона в Глушково на российской территории. На записи два мужчины в военной форме выбивают окно в салоне связи, разбивают витрины и выносят из помещения товары. Видео выложили телеграм-канал «Этипичный Курск» и телеграм-канал «Пепел». Военкор Владимир Романов написал, что... По его словам, эти двое мрадей уже отвечают за мародерство. Так это или нет, проверить мы не можем. Если это действительно ахматовцы, то отвечают они, скорее всего, абсолютно никак. Одно из целей, запечатленные на видео к Ахмату, собственно, это один из главных вопросов, который появился в обсуждении, и издание агентства утверждает, что да. Они пишут, что не удалось установить имена участников ограбления, однако они выяснили, что как минимум один из них служит в чеченском подразделении. Они нашли фотографию, на которой он позирует рядом с командиром 249-го отдельного специального моторизированного батальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии Хусейном Меджидовым. Судя по фону и парадной форме, сделана фотография 9 мая или примерно в это время. Об этом, в частности, свидетельствует другое фото, пишет агентство, обнаруженное им. На нем Меджидов в этой же форме и с тем же набором медалей стоит на фоне баннера к 9 мая. Такой же баннер устанавливали в Грозном, например, в 2018 году. Уже после публикации агентство обнаружило еще несколько фотографий этого бойца. В соцсетях он подписывается, как Ясуф Абдулвадудов. Однако найти такого человека в утечках не удалось. На одном из фото с его страниц в соцсетях он стоит в футболке с надписью «Полк имени Ахмата Кадырова». На другой — на фоне УАЗа, который зарегистрирован на управление Росгвардии по Чечне. Поэтому, скорее всего, мы с вами видим как раз Ахмат Чечня. Тех самых, часть из которых взяли в плен и от которых открещивается Абдиалудинов, хотя именно ими он и управлял. Абдиалудинов не управлял Аидом, не управлял 204-м. Он управлял как раз вот этим — Ахмат Чечня, который стоял в Курской области. Собственно, уже вот это грабеж и мародерство на своей же территории все-таки прокомментировали и Z-влогеры, часть из которых явно скоро придется извиняться. Русские грамоты написали «Три дня назад в поселке Глушково Курской области была объявлена обязательная эвакуация. После того, как эвакуировали людей, пришла очередь эвакуировать смартфоны. На кадрах видеонаблюдения — помещение салона сотовой связи. Вот так это и происходит, если кто не знал». Кстати, если вдруг выяснится, что это ДРГ украинцев, то надо отдать должное, как они натурально научились воспроизводить чеченский акцент. Как видите, Z-влогерам приходится писать немножечко из зоповым языком, потому что они боятся, что, собственно, Аптиал Удинов, ну, точнее, другие представители охвата просто их накажут, потому что, еще раз, против тех, кто не может дать отпор, они вот прям действуют очень и очень, что называется, эффективно. Винкор Котинок пишет. «Отрывок из видео, снятого на камеру наблюдения в поселке Глушково. Полное длится 28 минут. В данный момент оно активно разгоняется по курским пабликам и чатам. И не только по курским. Те, кто его разместил, утверждают, что в кадре некие чеченские бойцы, которые отправились мародерить местный салон сотовой связи. Не могу утверждать, чеченцы на нем или нет. Говорят, что язык чеченский. Считаю, что в данном случае это не столь важно. Мародерство на войне — это не только огромный грех, но и то, за что нужно ставить к стенке, вне зависимости от национальности и принадлежности. Оправданий в данном случае быть не может. Извинений тоже пишет Винкор Котинок. И, конечно, ничем это не закончится, добавляя и от себя. Воевода вещает, пишет про мародеров. Посмотрели все видео с салоном сотовой связи. В том подразделении, с которым я бегаю хвостиком за подобный расклад один. Точнее, цифра перед единицей. К сожалению, не первый отмеченный случай. С прошлыми поступили так, как надо. Полностью поддерживаю по законам военного времени. Намекает он на расстрелы, вообще внутри внесудебные расстрелы в российской армии. Что мне нравится, насколько они об этом легко говорят. Насколько они вообще даже не пытаются из этого делать какую-то тайну. Но об этом мы с вами поговорим в другой раз. Потому что у меня есть данные, которые, собственно, подтверждают расстрелы в российской армии. Военный осведомитель пишет. Чеченские бойцы спасают смартфоны от наступающих украинских войск в поселке Глушково Курской области. Сообщается, что волонтеров и мародеров уже поймали, пишет военный осведомитель. Алекс Паркер Ретуренс, блогер, который не находится в России и анонимный, поэтому может позволить себе чуть больше. В поселке Глушково чеченцы из цирка Ахмат обнесли магазин сотовой связи. Да, это тот самый поселок в Курской области, где украинцы недавно взорвали мост через реку Саим. Тяжело, наверное, местным. Фактически попали между двух огней. С украинцами все понятно, но и защита от представителей дикой дивизии местами весьма сомнительна. Уверен, Апти мародеров найдет и владельцам бизнеса возместят все убытки. Быть добро, пишет Алекс Паркер, ретурн издеваясь над полком Ахмат и Апти Алудину. Некоторые Z-каналы начали низкого Ахмат отмазывать. Впрочем, это тенденция всех последних дней. Не знаю уж, за деньги это делается или за пугиванием, но почти все Z-военкоры и Z-блогеры, находящиеся в России, не анонимные, не смеют критиковать Ахмат и нежно и старательно вылизывают им задницу. Впрочем, когда знаешь, что кадыровцы делают с теми, кто не может дать им отпор, а военкоры только в Телеграме смелые, то примерно понимаешь мотивацию неанонимной Z-общественности, находящейся в зоне доступа к кадыровцев. Вот один из ярких представителей Роман Алёхин, который пишет «Семья не без урода, друзья, не кидайте мне в личку видео с двумя чеченцами, которые выносят в магазин сотовой связи. О всех случаях мародерства, в том числе уж совсем не чеченцами, сообщаю компетентным органам. Теперь обращаюсь ко всем мудакам, кто носит военную форму и позволяет себе мародерить мирных и тем более свое же население в приграничье, которое с первых дней своего готовило еду, одевало и обувало, мыло и стирало для военных. Вы ку*****, единственная мера для вас – это смерть. Если бы сегодня сюда зашла вторая армия, которая в марте выходила через Курскую область, то эти бы военные обнуляли бы таких мразей на месте, при этом обнуляли бы мучительно, потому что они помнят, как их приняли жители Курского приграничья. Что касается намеков на Ахмат или на чеченцев, то я просто могу послать каждого, кто хочет что-то доказать, суджу вместо бойцов Ахмата. У мародеров есть имя и фамилия, каждый должен за преступление понести ответственность лично, а не народ или все подразделение должно за него отвечать. Эти двое мразей уже отвечают, пишет он. Можете кидать мне в личку данные, и если есть фото, будем заниматься остальными. Заниматься будем жестко. Каждая мразь, которая надела форму российского военнослужащего, дала присягу, и вот и на этом бы я закончил подчисление, и потом украла или уничтожила имущество гражданин России, независимо от национальности, должна ответить по законам военного времени. Потому что они не только украли, они опозорили форму наших бойцов, нашего русского воинства. Очень хочется надеяться, что на том направлении есть командиры, которые также помогут навести порядок, пишет Алёхин. И это, конечно, типичное отмазывание, потому что здесь во многом действия продиктованы именно тем, что это Ахмат. Потому что они безнаказанно два года за спинами срочников реально разграбляют местное население, насилуют этих срочников, о чем я рассказывал в предыдущем видео, и никто их не останавливает, никто им ничего не делает. Поэтому, да, Ахмат на особым счету. Собственно, сам Апти считает, что весь Ахмат находится на недостигаемой высоте. Некоторые же люди, которые называют себя разного рода русскими и в разных каналах, пишут разную грязь. На нас, на кого бы то ни было еще, у вас никогда ничего не получится. Потому что мы выше вас. И вы не можете даже никаким образом до нас достать. Вы слишком слабы. Вы дети сатаны, пытающиеся внести какой-то разлад в наши ряды. Это вам не удалось и раньше, и не удастся сейчас, и никогда вам это не удастся. Потому что Россия сегодня едина, как никогда. Мы есть та сила, которую не может остановить никто. И мы та сила, которая победит войско антихриста Даджжаля. Инша Аллаху Ахмаду. Ахмат сила, Россия мощь, Бог един, Аллаху Ахмаду. И он действительно не досягаем. Переплюнуть Коношенкова и стать главным посмешищем российской армии, которого ненавидят вообще все, это надо постараться. И у Апти это получилось. А быть настолько жалкими трусами, которые могут издеваться, насиловать, грабить, мародерить, убивать тех, кто слабее, это тоже надо убить себе все человеческое. С чем Ахмат, цирк Ахмат, успешно справляется. Ну а с вами был Майкл Наки. Поддерживайте это видео лайками, комментариями, подписками. Это помогает его распространять. Давайте сделаем так, чтобы как можно больше людей знало, что такое Ахмат, как работает российская пропаганда. И почему на самом деле настоящие оккупанты это не те, кто идет из Украины, а те, кто уже долгое время держит в России власть и держит Россию в страхе. С вами был Майкл Наки. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok